доброго времени суток всем вас приветствует канал голорусское пчеловодство сегодня у нас гостях начинающие можно сказать пчеловоды наши друзья из гомеля это леонид александр приехали они у нас приобретать три пчелосемьи договорились мы с ними самыми с первыми они самые первые нам скажем так позвонили быстро у нас как-то все срослось спасибо великому ютюбу да 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 и лекции ваши смотрел интересные по пчеловодству зелла еще практическая пчеловодство зелла не слушаете еще не не сделала вот хочу настроить привез планшет мобильный так настроим не вопрос я врос сложно сложно у нас у нас могилевский один алексей тоже ваших лет ну может немножко старше я имею ввиду вашего возраста мужчина алексей тоже придумали такую халяву с этим зелла там же можно столько только столько столько информации столько можно подчеркнуть да ну и вкратце леонид теоретик как сказал и приехал уже со своими ульями ульями сетчатый вверх это значит чтобы не запарились они сеточка внизу тоже там чтобы меньше вещах было говорили и клещ и во-первых клещ а во-вторых зимой вентиляции конечно конечно пенопласт внутри фанера типа сэндвич типа сэндвич сибиряки даже делали ну и все значит у вас все значит и у вас все балл значит и у вас все балл да нелегкий он же вообще лекции и пошел в таком году что нужно такие вот и вы еще повторили здесь где-то да на одном из видео мы сказали конечно что надо делать надо переходить на сетчатое дно в любом случае потому что это а так все нормально конечно супер супер вы все сделали оно даже что сетчатое дно вопрос если кочевать начнете обработка обработка сейчас поговорим кочевать начнете обработка рапса прикрыли этот литок открыли нижнюю еще и ни одна не запарится поэтому нормально все вы сделали все вы сделали сверху и сверху и снизу а сверху и снизу ну это же жара подушка что по поводу подушки по поводу подушки у меня крыша как бы теплая аааа ну тогда все тогда вопросов нет она пенопласт 40 мм тогда все нормально есть где проветривать ну это нормально то не нужна крыша потому что пленочка так тогда нормально все вопросов вообще в принципе что тогда по конструкции для себя как говорится вы еще сделали для себя ну для себя ж в магазине ну и домашний и скажем спасибо тоже Леониду с Александром мы сидим будем теперь в роликах применять вот этот диванчик Леонид с Александром производит вот такую мебель для кухни ну это только для друзей ааа только для друзей получается сделали нам небольшой презент такой в виде такого хорошего конечно 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 если скажут давайте нам это нам пчеловодам давайте такие эти смотри да смотри вот тут и крупы хранить здесь можно и все и нормально Сон на пчелах. Вот это я хочу сделать. Да мы тоже об этом мечтаем. У меня даже есть каморочка такая, старая баня. Она не используется. Можно сделать там сон новый. Ну, так я же про что и говорю. Ко мне когда стоим все вместе. Ну, так тоже же идея такая у нас есть. Ну, опять же, все же упирается в то, чтобы время и чтобы пасека базировалась на одном месте. Понимаете, что как у нас вот до 70 километров от одной до другой пасеки тяжело. Там, там, там. Работать. Если бы это было где-то одно место, то есть мы бы сделали. Все, на одном месте все стоит. И лаборатория по инструментальному осеменению и сон на уле. И все, что хочешь. И комната для откатки. Да, да, да. Это же хочется, что все. В идеале же хочется, что все так и выключено. Поэтому, как бы, будем к этому стремиться. Мы молодые, а будем к этому стремиться. Будем к этому стремиться. Мы сами хотим справиться. Да, да. Ну что, пойдем одеваться и пересаживать семью. Ну, спасибо вам за подарок огромное. А угловой? А угловой такой. Ну, угловой. Ну, ясно. А угловой. Ну, что? Ну, это же не вопрос. Так это же вообще не вопрос. Эскиз. 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 Эскиз и размеры. Да, да, да. Ну что, пойдем, наверное, драна потихонечку. Будем переодеваться и приступать. Приступаем к пересадке нашей семьи, которая пойдет уже Леониду. Значит, ставим наш новый уже рядом. Бегает, берем, отставляем, отставляем назад. Отставляем новый, ставим сразу на лед нашей пчелы. Уже пчела будет залетать в новые ульи. У нас 12-рамочные ульи, у Леонида 10. Видно, что у нас уже 12-рамочные. 12, да, Андрея? Я думаю, вы можете вы, и я могу сразу. Помогаем, помогаем своим. Я еще посмотрю. Своим землякам. Вот так, не спеша, не боясь. Вы же видите, они же не взлетают, не жалят ничего. А я прикалываюсь, как они смотрят. Вот смотрите, крайняя рамка уже с Засева. 12-ка, с Засева, кормовая, но с Засева. Видите, Засева? С Засева, видите? Да, да. С Засева. Нас плохо. И с этой стороны. И с этой стороны. Вот что значит Бакфаст. Да, Бакфаст. Все, ульи идеально. Мы их держали, мы им магазины не ставили, потому что мы знали, что они пойдут вам на продажу, поэтому... Сзади у меня рамочка, да? Она Засева. Это молодая. Тут напрыск, да? Напрыск. И вот пятак. Ну, отставим пока эту сторонку. Будем сразу с большим количеством расплода отставлять, переставлять. То же самое, Засева, уже давно, видите, пора по магазинам было бы на нее строить. Так я же говорю, мы и не ставили. Вы сейчас поставите магазины, они поднимут, они перенесут все вверх. На магазины закинут, да? Да, да, да. На сушку. Да, 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 да. Это проходило. Возьмите. Теоретик. Это соседи, 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 соседи. Вот она. Вот она. Вот это расплодная магазин. Часть. Какая рамка? Рамка полна расплода, да. Маточка. Сейчас найдем, покажем. Маточка она... Помеченная, что-то полна. Агустовская или как? Да, августовская. Матка августовская. На продажу, что пакеты, что семьи еще дойдут. Да, именно мы свою пачку полностью меняем. Малку. У нас нету позапрошлогодних, поэтому... Вот она расплод. Темненький это на выходе, да? Да, да, да. Да. Ну, видишь, магазины надо было. Магазин, надо магазин, конечно. Вот он, это, Трутин. Трутин, Трутин. Рыжий, красивый. Да, тоже линия. Это же 28 мая. Да. Линия. Стой. 208 мая, да? Да. 208 мая. В ней присутствуют и очень ярко выраженные итальянские корни. Тоже самый расплод. Красиво. Красиво. Ну, я же говорю магазины, потому что видно... Видно, что подливают. И подливают. И сразу подливают ячейки. Обязательно дома поставьте магазины, да. Да. Здесь они залезут. Не, они сейчас есть здесь. Сейчас много. Да. Ну, видите, вот он засих какой. 12, как вы? 12 рамочным больше, чем 10 рамочным, да? Улика. Ну, склонны к 12 рамочным, да? Да, мы к 12 рамочным. Больше, да? Да, мы почему-то к 12 рамочным больше. Двумя корпусами это Геннадий Степаненко не выходит с головой. Поэтому наделал таких, как у него. Она с той стороны. Даже похожая. Вот она, смотрите. Вот маточка. Хорошо. Ага, синенькая метка, да? Да. Пошлогоня. О, густовская. Ну, да. Ну, симпатичная, хорошая. Белый, да? Сейчас белый метр. Спокойненько сидят. Да вообще. Я даже прикалывался, когда вот показываете вы, так они вот так вот прячутся и смотрят. Да, да. Так мы же про что мы говорим. Вижу, видите, я сижу вон в... Хотя тут местных вон куча. Которая... Да, я просто свеженькая. Ну, вот она, смотрите, вот защищена. Ну, вот шахла. У меня еще страшно. Ну, да. Вот это вот, да. Засеяна она вся. Яйца. 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 Смотрите, яйца внутри. В ячейке. Видите там яйца? Да. Они разные, да? Ну, конечно, это же разный возрастной расплод. Ну, да. Она 3 тысячи сегодня отложила яйца, завтра 3 тысячи. Вау, 3 тысячи. Это рекордсменка. Нет, да конечно, Бакваст, у них же такая яйцекладка есть, понимаете? Этих пчел мы сейчас, видите, уже сейчас улей вообще будет 10-рамочный, пчелой подбит очень сильно. Хорошо, что у вас сетки сверху, снизу. На перевозке это вам километров 200, да, ехать? Да, спазнячка не будет, да, в машине нормально. Да нормально, нормально, нормально. Да, да. Я думаю, все будет хорошо. А как вот закрепить, может, я думал, но забыл. Что-нибудь закрепить вот такой рамки, нет? Нет. Да ничего, никуда не поедут. Ну, это выехать вот здесь вот дороже немножко. Да чуть-чуть, да, вы аккуратно проедете, да и все. А там трасса хорошая, да. Вот ручек такой черный, смотри. Ну, это, понимаете, да, залететь. Трутин же блуждает по пасеке. Возбуждает пчел на работу, я читал. О, смотрите, сколько у вас в 10-рамочном будет пчелы. Это о чем мы неделю назад, помните, с вами разговаривал, что будем запирать сейчас 10-рамочный. На 12-й тоже расплод. Это мне сейчас приехать часов 9, да? Вот он. На всех рамках расплод. На всех 12-ти рамках расплод. Да. Ну, вы видите, что вот они. Это мне сейчас приехать сразу в магазин, вечером можно ставить. Да не вопрос вообще, вообще не вопрос. А сбрызнуть сахарку, сахарку, сахарку? Сиропчик ему. Ничего, Андрей. А сиропчик только для мальчика? Они, понимаете, они сейчас, Леонид, они поймут, что матке надо место посвобождать под яйцекладку. И они будут сейчас все вверх гнать и все. Ну, пырс не надо. Ну, не надо. Ну, мы раньше, мы раньше. На сушу можно, а на овощину смысла нет убрызгать. На овощину нет смысла. Конечно. Ну, тогда пусть сами... Еще они перейдут, не беспокойтесь, если сейчас погода не испортится. Хорошие, фертильные, так называемые, фертильные труды. Фертильные, да. Лавелас. Лавелас. Там литки открыты, да, сейчас, Леонид? Да, закрыты, закрыты. Открывайте, 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 да. Я же забыл это открыть. Сейчас пчела летная возвращается с поля. Открывайте, пускай она заходит домой. Вот видите, это все летная пчела. Да, она развивается, они закрыты. Да, да, да. Давайте я заберу их потом. Пока забирайте, да. Потом они усядутся. Красота. Закрываем. Закрывайте сеткой, Леонид. Сетка, Андрей, накинь нашу крышу. 12-рамочник. Ну, еще пускай стоит. Ну, я и накинем нашу. Можно закручивать, да, в общем? Ну, да, можете закручивать. Аду сними-ка, сними крышу, пускай закрутит. Закручиваете пока. Саша, спрятался. Сходите кусачки возьмутся. Поснимал-то, нет? Я не видел. Честно. Подкинуть кому-то тебе. У вас же дел полно, я понимаю. Да, пилим пеноплекс. Пеноплекс? Да. Пилим пеноплекс. Стоят нуклюсы под заселение. Уже нуклюсы, да. Какие-то нуклистики делаете, вы сейчас? Нет, сейчас, сейчас. Ну, плюс уже сделаны. Ну, плюсы уже сделаны давным-давно. Сейчас заселение сегодня по плану. Нуклисы, да? Да, да, да. Да, работаю у вас куча, я знаю. Что это такое? Немножко. Теоретически. Леонид придумал, чтобы ремнями, как мы упаковываем ремнями. Леонид придумал два шурупчика и на проволочку изольную тоже. Тоже есть в этом определенное, определенное, как... Творчество. Это, знаете, у меня же все-таки несколько моделей самых диванов я нарисовал и придумал. Вот это мои диваны. Ну, ясно. Короче, это... Иулий номер один. Иулий номер один, да. Иулий номер один. И так вот хорошо совпало, да? Кстати, не глядя. Да, конечно, смотрите, не глядя, два и три подряд как раз идут. Ну, это судьба, значит. Да, это значит судьба. Да. Ну, все, good. Все, good. Дома приедете, крышу накинете на них. Да, крышу у меня теряется. Ну, я имею в виду магазины сначала, а потом... Магазины, да, и крыши. Магазины уже заряженные, я их продезинфицировал. Даже новые я... А и зачем? Ну, новые, новые. Не, ну, планера будет узнать, где она там делалась. Поэтому... Ну, вот, в принципе, по хронометражу вы можете посмотреть, сколько составила пересадка, да, Леонид? То есть, ну, без вопросов. Вообще без вопросов, да? И... Ну, вроде, ни меня, ни Ужаля, ни Андрея. Так что... Не, ну, меры безопасности должны быть, техника безопасности должна существовать, правильно? Первый раз будет быть покусанным, конечно. Ну, конечно, конечно. Но все-таки, ну, как, нормально? Такие пчелы хорошо работают? Ужаля на состояние, как будто пять кружек кофе бахнет. Приятное чувство. Класс. Все. У вас товарищ Сергей целует Соколов. Соловьев, соловьев. Соловьев. Ага. Так я их обнимаю. Ну, я думаю, еще будет видео еще с вами пересечемся. Да, я думаю, знаете, что, как интересно будет посмотреть цикл видео, если вас не затруднит, конечно. Как развивается... Просто, да, смартфоном. Короткие видео про видеонансики такие смартфоном. На почту нам сброшили. Да. Укажем, как даже наши семьи работают. Да и вот что. Все пошло хорошо. Ну все, тогда будем мы продолжать работать. А на этом видео мы свое и заканчиваем. До свидания всем. Да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова